добрый день ребята сегодня я опять в машине буду снимать для вас видео что уже происходит я поделюсь с вами офигенской техникой называется сканирование человека вы будете применять эту технику когда только начали общение с человеком то есть эта техника применяется именно в общении ну а пиши мой канал в том числе и про общение поэтому да давайте поехали техника сканирования человека ну еще можно по-другому сказать сканирование настроение человека в чем заключается эта техника и для чего она нужна техника заключается в том что вы будете узнавать в начале общения какое у него настроение и зависимости от настроения вы будете строить с ним взаимодействие и общение почему зачем нужна эта техника потому что если вы будете в начале определять какое настроение у человека вы Вы сможете максимально быстро подстроиться под его состояние. И в каких-то моментах, если, например, у него настроение не очень, вы выведите его в плюс. Либо, если он уже в плюсе, вы можете усилить этот плюс. Ну и помимо этого, если вы подстраиваетесь под настроение, если вы сканируете человека, то вы быстрее найдете к нему подход. Помимо этого, вы же понимаете, что если вы сканируете настроение человека и понимаете, что у него плохое настроение, то некоторые состояния, техники, видео, которые я уже предоставлял ранее, А именно вы включаете во время общения разные состояния То некоторые состояния, например, если у человека плохое настроение, вы не сможете включить Ну то есть вы включите, но эти состояния не будут работать Ну и самое главное, я считаю, что если вы хотите в доверии войти Если вы хотите стать классным собеседником Если вы хотите, чтобы вас в буквальном смысле слова любили во время общения Может быть вам именно этого хочется Может быть вам хотелось бы стать мастером общения Тогда вам точно надо уметь делать технику сканирования настроения у собеседника. В чем заключается техника? Записывайте, пожалуйста, все шаги, которые я сейчас говорю. Записывайте, я не просто сейчас говорю, да. Ну вот, опять Дима говорит какую-то интересную вещь, поэтому я сейчас буду просто есть свою, тип, йогурт, я не знаю, что вы там кушаете, лапшичку. И такие думаете, ну он же просто говорит, поэтому я просто посмотрю. Нет, все наработки, которые я даю, они работают как часы. Все наработки, которые я даю, они дают результат, 100% результат. Поэтому записывайте. Шаг первый. Ваша задача, когда вы только начали общение с человеком, не важно, это новый человек, либо это ваш друг, это знакомый, родственник, не важно, какой это человек. Так, ваша задача спросить у него, как у тебя прошел день, если это уже вечер, то есть вы встретились с человеком вечером. Если вы встретились с человеком утром, тогда вы спрашиваете, как тебе спалось? А еще можно спросить, как прошел вчера день, потому что бывает, что после вкуса остается. То есть вы можете спросить, либо как тебе спалось, а можете спросить еще, как у тебя вчера прошел день. Помимо этого, если вы встречаетесь с днем, вы можете спросить, как у тебя прошло утро, да, или чем ты занимался утром. Можно по-другому еще задать вопрос, например, чем ты занимался весь день, если вы встретились, опять же, вечером. Если вы утром встретились с человеком, тогда вы еще можете задать вопрос, а что тебе снилось? Потому что бывает часто, что именно сны влияют также на настроение человека. Помимо этого, можно спросить утром еще, выспался ли ты? Или выспалась ли ты? Это тоже можно спросить. Конечно, часто, если вы встречаетесь утром, и это раннее утро, то, скорее всего, человек может быть и не выспался. И, соответственно, конечно, его настроение будет не очень, но вы тоже, опять же, сможете потом на это повлиять. Но я считаю, что такие вещи можно спрашивать. То есть, вы всячески пытаетесь спросить у человека, вытащить информацию что у него было до вашей встречи шаг второй ваша задача на основе тех ответов которые он дал вы будете включать определенное состояние которое уже есть на моем канале да то есть опять же ссылка на некоторые видео про состояние там я люблю тебя я рад тебя видеть все это вы уже можете посмотреть ссылка только что появилась то есть вы от состояния человека начинайте с ним взаимодействовать если у него плохое настроение вам сначала нужно вывести человека в хорошее настроение опять же на моем канале есть видео где вы переключаете внимание человека на что-то позитивное ссылка тоже появится если у него уже хорошее настроение вы можете его усилить например вы включите состояние у себя я тебя люблю да или опять же в самом начале вы можете также включить состояние я очень рад тебя видеть и другие состояния опять же все есть на моем канале то есть Вы, получается, давайте все вместе подытожим Первое Вы не сразу набрасываетесь на него и говорите Как здорово, я тебя рад видеть Халя-халя-халя-халя Там начинаете каким-то образом На него взаимодействовать своим позитивом А у человека плохое настроение Соответственно, у вас в этот момент будет очень жесткий контраст У него плохое настроение, у вас хорошее Я не рекомендую так делать Еще будет отдельное видео про эту тему Сначала все-таки нужно Узнать, что у человека Если у него хорошее настроение, тогда вы дальше продолжать тебя люблю я но если вы видите что у него плохое настроение вы просканировали его и увидели что у него не очень задался день либо утро либо вечер либо сон то в этом случае вы сначала переключаете внимание на хорошее вначале вы можете посочувствовать ему до понимания также проявить что вот да вот бывает тяжело да вот и не выспался потом вы плавно переключаете человека на что-то позитивное что-то хорошее на какие-то клевые темы и после этого ваше общение станет более эффективным клевым и позитивным она и продуктивным в том числе что и ребята я даю очень много полезного важного контента я даю техники и наработки которые работают как часы если вы это внедрите вы станете мастером общения это правда и все что я хочу от вас это чтобы вы подписались на мой канал потому что если вы не подписывайтесь на мой канал а просто нажимаете на видео и смотрите эти видео но при этом вас как подписчика нет я не вижу что подписчиков становится больше я не хочу больше снимать видео потому что мотивации у меня нет мотивация моя падает поэтому пожалуйста вам ничего не стоит нажать кнопку подписаться поставить лайк написать комментарий дима ты потрясающий и я тоже потрясающий и это меня будет офигенский классно мотивировать а если этого нет то это все меня расстраивает демотивирует и мне больше не хочется этим заниматься ребята напоминаю у меня есть телеграм-канал у меня есть инстаграм опять же там разные фотки кидаю и рассказывающие истории дополнительно которые не выходят на моем канале помимо этого у меня есть вконтакте страничка и мой паблик заходите на гонек все ссылки под описанием этого видео и пока 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 покачивая перьями на шляпах судьбе не расшипнем после того как вы